Одна из работ, представленных воспитателем детского сада номер 9 на заседании школы молодого руководителя, называлась так. Вовлечение родителей в процесс реализации образовательных областей, коммуникация и чтение художественной литературы через проектную деятельность. Педагог подробно рассказал, и какими способами поставленная задача воплощалась в жизнь. В группе детсада был создан уголок с художественной литературой, львиную долю которой составили сказки. Цикл бесед «Наша дружная семья» объединила родителей и детей внутри группы. В группе была создана библиотека по темам проектов, куда ваши книжки «Малышки» созданы руками родителей. Литература познавательного содержания, которую я использовала в образовательной деятельности. А также художественная литература для заочинения наизусть, обсуждения и приобщения детей к миру книг. Особенно радовало то, что родители все больше и больше узнавали своих детей. Это их подталкивало к более активному участию в реализации проекта. Как привлечь родителей к образованию и воспитанию детей в детсаде? Эта тема стала ведущей на очередном собрании школы молодых руководителей. В форме диалога и конкурсов все участники еще раз вспомнили все известные методы взаимодействия с родителями и рассмотрели возможность новых вариантов. Также на примерах конфликтных ситуаций разобрали способы их решения. Темы самые разнообразные. В основном это темы, которые касаются, как сегодня, взаимодействия с родителями, современные подходы по работе с родителями. Многие вопросы, многие проблемы возникают чаще всего как раз на этом этапе при взаимодействии. Это и достаточное информирование, которое должно быть по различным вопросам по ДОУ. Это и различные мероприятия, какие-то совместные формы работы, которые мы, конечно, приветствуем. Если родители говорят, что вы воспитатели, вы и воспитываете, значит руководитель сделал что-то не так. Грамотный педагог создаст атмосферу взаимопонимания, общности и интересов. Дети требуют постоянного внимания. Именно поэтому работа в сфере дошкольного образования часто сопровождает синдром эмоционального выгорания. Чтобы этого не произошло, в помощь педактиву инициативные и деятельные родители и желание работать. На мой взгляд, руководитель и молодой, и опытный должен болеть душой и сердцем за свой детский сад. Иногда не бывает достаточно каких-то профессиональных навыков, каких-то определенных знаний. Но если есть желание работать, если есть любовь к детям, то все получится. В рамках работы школы молодого руководителя участники рассмотрели самую разную тематику. Это и оформление документации, и практическая работа с коллективом. Результат должен настроить на дальнейшую работу как начинающих педагогов, так и родителей детей. Регина Рукавишникова, Максим Филатов, Новости 24 Муром.